Автохлам во дворе. В Альнеевске нашли решение проблемы. Кто займется бесхозными автомобилями, которые превратились в свалки мусора? Очень много этих потеряшек, этих машин брошены. Пожаловались на разрушающийся мост, работу автобусов и атаку клещей и комаров. Топ сентябрьских заявок в народный контроль. Пока же пешеходы вынуждены ходить по противоположной стороне моста. Десятитысячная шайба за всю историю советского и российского хоккея. Ее забил Альнеевский хоккеист, как это было. Передача на беночок, добивание. Об этом и не только расскажем в сегодняшнем выпуске. В эфире новости Альнеевского в студии Елена Морданшина. В Альнеевске решается проблема брошенных автомобилей. Сегодня прошла встреча членов комиссии по обследованию бесхозных машин в жилых кварталах. Зачастую такие автомобили буквально превращаются в свалку и доставляют множество неудобств местным жителям. Мы рассказывали о них в одном из прошлых выпусков. Тогда в соцсети нашего телеканала обратились альнеевцы с просьбой помочь избавиться от автохлама во дворе. Тему продолжит моя коллега Диана Интимирова. Эта отечественная машина стоит здесь, по словам местных жителей, уже года три. Ее хозяина давно никто не видел. Автомобиль превратился в свалку, занимает парковочное место. И к нему из любопытства подходят дети. Ну это она, наверное, по городу не одна такая. Очень много этих потеряшек, этих машин брошенных. Но вот если этими машинами займутся, прекрасно будет и город чище. Да и экология, конечно, тут же такая свалка. Из-за этого брошенного автомобиля зимой невозможно качественно почистить снег на территории. Летом разносится запах отходов. Но просьбы жителей были услышаны. Исполнительным комитетом Альметьевска принято постановление и создан порядок, по которому автомобиль можно официально принять брошенным. Согласно протоколу от 21 августа, ответственным за сбор информации о брошенных, бесхозяйных транспортных средствах и затратах на их перемещение, хранение и утилизацию по городу Альметьевску назначен Департамент экологии и благоустройства Альметьевского муниципального района. Во двор дома по Белоглазово 129 приехала комиссия, которая будет выезжать на места, где есть бесхозный автомобиль и выносить решение о его дальнейшей судьбе. Такая встреча экспертов состоялась впервые. Так как госномера у машины нет, поиск хозяина будет осуществляться по уникальному коду транспортного средства. Иначе он называется ВИН. Следующий этап – составление требований о перемещении машины. Его клеят на автомобиль. Если не объявится хозяин этого бесхозного автомобиля, в течение трех дней машину везут на стоянку для временного хранения. И это парковочное место спустя несколько лет наконец-то освободится. Этого и добивались жители не один год. Новое постановление о брошенных автомобилях принято в целях благоустройства города. Сегодня знаменательный день. И в Альметьевске мы начинаем работу по вывозу этих автомобилей полномерному, заставим график и все бесхозные автомобили. Уже наконец-то появился этот инструмент, который позволит нам их вывозить. Еще один автомобиль несколько лет беспокоит жителей дома на улице Ленина 71. И он тоже постепенно превращается в свалку. Экологи также оставили требование для хозяина переместить машину, закрепив его на единственное оставшееся стекло. Вполне вероятно, что в течение нескольких недель этот автомобиль отправится на штрафстоянку. Тогда автовладельцу, если он объявится и захочет забрать автомобиль, придется заплатить и за стоянку, и за услуги эвакуатора. На штрафстоянке автомобиль будет храниться три месяца. Собственник может его забрать. Если он не забирает его, то мы передаем материалы в суд на признание транспортного средства безхозяйного, и оно уже переходит в муниципальную собственность. Так, если в вашем дворе долгое время стоит бесхозный автомобиль, можно обратиться на Аминова 9А в Департамент экологии и благоустройства. Экологи оценят внешний вид машины и примут решение о дальнейших действиях. Чтобы автомобиль официально принять бесхозным, потребуется около полугода. В Департамент экологии и благоустройства на сегодняшний день поступило 78 заявок от жителей по поводу брошенных машин. Все они взяты на контроль. Диана Янтимирова, Лешат Бахтиев, Альмитиск ТВ. Жители Альмитиска пожаловались на разрушающийся мост на въезде в Урсалу. Обращение появилось на портале Народный контроль. После заявки пешеходную зону огородили. Когда на объекте приступят к восстановительным работам и какие еще обращения поступили на сайт в сентябре? Обзор подготовила Татьяна Леонтьева. Это обращение появилось на портале 7 сентября. Пользователь пожаловался на разрушающийся мост на въезде в микрорайон Урсала. Наша съемочная группа выехала на место. И действительно, в асфальте на пешеходной зоне появились дыры. Асфальт местами обрушился и сохранилась только металлическая конструкция. Высота моста около 5 метров. Внизу протекает река Степной Зай. Территорию оградили, но житель, оставивший обращение, все же переживает, что могут пострадать люди. В ответ на жалобу исполком района сообщил на портале, что подготовлено обращение в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Пока же пешеходы вынуждены ходить по противоположной стороне моста. К счастью, здесь асфальт пока цел. Еще одно популярное обращение на портале касается работы общественного транспорта. 9 сентября с 8.45 простояло 45 минут на остановке Панорама, чтобы уехать в микрорайон Урсала. В приложении «Умный транспорт» все три автобуса маршрута. Номер 5 следует в горы. Два из них друг за другом с интервалом в одну остановку. Почему нет контроля за периодичностью движения? На заявку отреагировал исполком района. В ответе сказано, что информация доведена до перевозчика. Предпринял ли какие-то меры, а попад пока не сообщается. Другую жалобу тоже оставили пассажиры общественного транспорта. Только теперь пожаловались на остановку на улице Белоглазова. Отремонтируйте, пожалуйста, остановку. Крыши нет и сбоку дождь заливает. Под дождем и не укроешься. Исполком района сообщил, что павильон отремонтируют до 30 ноября. А жители микрорайона Алсу написали об атаке клещей. По их наблюдениям, клещи находятся в траве рядом с жилыми домами. Находят их и в помещениях. Альбентевцы беспокоятся за детей. Рядом находится детский садик номер 22. Возможно проникновение в детское учреждение. Необходима обработка. Их очень много. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место и провели обследование территории. О результатах сообщили на портале. Методом сбора клещей на флаг на территории вокруг улиц Галеева, Чекова, Новикова клещей не обнаружено. А в доме номер 15 на улице Нефтяников нашествие комаров. И по сообщению жительницы, проблема появилась еще полгода назад. Заявка принята в работу. Всего за сентябрь на портал народной контроли от альметьевцев поступило 295 заявок. 158 из них решены. Татьяна Леонсева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. В республике за прошедший день 25 новых случаев COVID-19. Один из них завозной, остальные контактные. 6 человек госпитализированы в больнице, 19 лечатся дома. Итого с начала пандемии в Татарстане 7389 подтвержденных диагнозов. Выздоровели за весь период пандемии 6298 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. В Альметьевском районе новых случаев за прошедшие сутки нет. В выходные сообщалось о двух новых диагнозах. И всего за время пандемии COVID-19 подтвердился в городе у 102 человек. В центре раннего плавания и аквагимнастики «Буль-Буль» прошел день открытых дверей. В учреждении работают с грудными младенцами от месяца до полутора лет. Там занимаются гармоничным развитием детей, а также закрепляют врожденный навык плавания. Как только справочку получите, можно сразу же приходить к нам. Нужна только справка от педиатра. В оздоровительном центре «Буль-Буль» могут научить навыкам плавания любого малыша от месяца до полутора лет. Все занятия комплексные, а именно массаж, гимнастика, аквагимнастика и упражнения на фитболе. Также они оздоровительные. Это позволяет ребенку гармонично развиваться и укреплять организм. Например, снизить гипертонус мышц и повысить подвижность суставов. Мы подготавливаем мышцы и суставы малыша к занятиям в воде. То есть мы укрепляем мышцы для того, чтобы максимально полезное было занятие. У каждого ребенка индивидуальная ванна. Температура воды не выше 35 градусов. Специалисты говорят, такая оптимальна не только для активных упражнений в воде. Она также способствует закаливанию организма малыша. У нас современная очистка воды, что позволяет очищать воду до питьевой, так как у нас малыши в нашем центре ныряют. Центру полтора года. За это время его посетителями стали 550 малышей. Нам очень нравится. Я никогда не плакала на занятиях. Всегда потом очень хорошо спит после занятий. Ребенок доволен. Он полюбил воду именно здесь, потому что раньше боялся. Он даже дома ванну мы набирали. Ему было страшно. А сейчас он любит воду. Радуем остальных детишек, которые к нам приходят. И я сегодня счастлива поделиться с вами. То, что я действительно вижу результат, динамику. Я слышу положительные отзывы от мамочек. И это не может не радовать. И это стимул двигаться дальше. Ознакомился с работой глава района Тимур Нагуманов. Обсудили возможность расширения, чтобы здесь смогли заниматься дети старше полутора лет. Смотреть варианты. И, может быть, пока там начать. То есть, допустим, начинать здесь, потом дальше туда переходить. Центр открыт каждый день с 10 утра. По будням он работает до 8 часов вечера. По выходным до 6. По всем вопросам можно звонить по номеру 8-927-454-5304. На территории городских и сельских школ создадут питомники деревьев. Решение принято в рамках акции «Сохраним дерево». Уже окрепшие деревца будут высаживать на городских улицах, в скверах и во дворах. Нас будете снимать, да? Конечно. Пацаны, нас снимать мы! В инженерном лицее появится свой питомник хвойных деревьев. С начала месяца в Альметьевске стартовала новая акция «Сохраним дерево». Место под посадку уже размечено. Юные садоводы готовы приступить к работе. Вместе со своими учениками Лариса Алексеева. Педагог начальных классов считает, что выращивать деревья не только для себя, но и для всего района – задание ответственное. У нас учащихся в классе, и все 30 с радостью, с удовольствием практически в рамках принимают участие в посадке саженцев. Ежедневный уход за саженцами должен помочь в экологическом воспитании. И главное – дети довольны. Я всегда хотела попробовать участвовать в таком, чтобы посадить какое-то дерево, выращивать его. Любопытно и интересно саживать. Сажаем елки, делаем природу, чтобы нам было легче дышать, чтобы в будущем здесь было красивее. Все же это не ели, а пихты и кедры. И сажают их не с помощью обычной лопаты, а меча. Меча Колесова. А почему вы используете его, а не лопатой? Ну, удобно. Лишней грудки надо выворачивать. Просто сделал лунку и посадил, прижал. Проект «Сохраним дерево» совместный. Департаменты экологии и управления образования. 4 тысячи саженцев разойдутся по городским и районным школам. В последующем, когда саженцы подрастут, мы эти саженцы будем пересаживать на внутриквартальные территории. То есть наши дети будут выращивать для себя, для своего дома саженцы, чтобы потом наблюдать их уже в своих дворах. Эти деревца приехали в Альметьевск из Екатеринбурга. Поставку организовали некоммерческая организация «Русский лес» и правительство республики. Они выращивают и предоставляют городам России саженцы хвойных деревьев для восстановления лесов. То есть вот мы видим, бирочка их родная, пихта, 50 штук в пучке. На школу по два таких пучка. В 25-й школе посадки ждет другая сотня саженцев. Надеюсь, что через пару лет эти растения будут переданы нашему городу для высадки на улицах нашего любимого Альметьевска. Проект крайних сроков не имеет. По завершению первой очереди высадки в следующем году придет и вторая. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Альметьевский хоккеист добил десятитысячную шайбу за всю историю советского и российского хоккея. Это произошло на матче с командой «Рязань», как сыграл нефтяник в Рязанском дворце спорта. Смотрите в сюжете. Вот на ваших экранах лидеры турнирной таблицы высшей хоккейной лиги. Первое место, 10 матчей, 8 побед. Речь об альметьевских хоккеистах. Во вторник, 5 октября, нефтяник встретился с соперниками в Рязанском дворце спорта «Олимпийский». За игрой следили 300 зрителей. Команда «Рязань» забила два гола подряд в самом начале игры. На третьей и на четвертой минуте. Только на 55-й минуте нефтяник уменьшил отставание. А затем на 56-й Ярослав Альшевский восстановил равенство и забил особенную шайбу. Она стала 10-тысячной за всю историю советского и российского хоккея. Передача на пятачок, добивание. И счет становится 2-2. Решающий гол забила рязанская команда за 42 секунды до окончания матча. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу Рязани. И расскажем прогноз погоды на предстоящие сутки. 7 октября в Альметьевске будет пасмур. На осадке не ожидается ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, днем плюс 12. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. На сегодня это все новости. Еще больше вы найдете на сайте и в телеграм-канале. Пишите нам в ватсап и в социальных сетях. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова